добрый вечер добрый вечер дорогие мои малыши добрый вечер сегодня я хочу вам рассказать про богатство про богатство которое дается человеку на сохранение вы знаете что есть люди бедные есть люди богатые и нужно думать что богатство которое дает человеку а шея она будет с ним всегда нет а шея решает кому дать богатство на время к у кого забрать шем смотрит как мы распоряжаемся теми теми дарами которые он нам дает и он решает следует ли оставить у нас этот дар или забрать его обратно так вот эта история эта история про одного человека которого которого елкут шимони такая книга сборник медрашей она называет его хасид эхад один хасид не мы не знаем ни его имени ни фамилии но мы знаем что не каждого не каждого медраж называет хасидом да это какой то был действительно большой праведник этот этот человек этот еврей он был богатым но обеднел обеднел все его богатство кончилось ему пришлось зарабатывать себе и своей семье на жизнь тяжелым тяжелым трудом но он не жаловался он не жаловался он всегда был весел и старался старался делать любую работу так как как подобает праведнику да то есть качественно и старательно вот несмотря на то что он работал очень тяжело работал в поле у другого еврея у которого было много много полей садов он сам не мог их обрабатывать он нанимал работников так вот этот этот хасид этот праведник он работал у другого еврея в его в его поле в саду эта работа очень тяжелая но несмотря на то что она тяжелая зарабатывал он совсем 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 мало он зарабатывал совсем совсем мало так что ему только только хватало на то чтобы чтобы купить еду для себя и своей большой семьи вы знаете что работа простых рабочих которые не какие-нибудь важные инженеры или или люди с какой-нибудь профессии врача до работа простых работников за нее не платят много денег она мало оплачиваемая поэтому поэтому и его тяжелая работа в поле она оплачивается совсем совсем немного только только ему хватало на еду ему и его семье и вот однажды когда он работал работал в поле он вскапывал грядки и он выдергивал сорняки тяжело тяжело работал и вдруг перед ним перед ним появился появился некто который выглядел как будто бы он араб как будто бы он араб он выглядел на самом деле на самом деле под личиной под видимостью араба прятался прятался пророк ильяу ильяу анави и вот этот араб подходит подходит к нашему праведнику и говорит ему ашем знает о твоей бедности и ашем хочет дать тебе шесть лет богатства ашем решил дать тебе шесть лет богатства наш наш праведник он услышал это эти слова но поскольку он не узнал пророка ильяу он подумал что это какой-то простой араб то он ему не поверил и когда этот этот араб спросил у него спросил у него когда ты хочешь получить шесть лет богатства прямо сейчас или через какое-то время или может в конце жизни перед тем как ты отправишься на небеса то он ему ответил он ему ответил пожалуйста не отвлекай меня от работы я должен должен закончить сегодня всю работу которую которую дал мне хозяин задал мне хозяин этого поля и мне тяжело зарабатывать зарабатывать себе на пропитание пожалуйста не отвлекай меня пустыми разговорами на следующий день на следующий день снова перед ним появился тот же самый араб а мы с вами знаем что кто это на самом деле был кто это был пророк ильяу совершенно верно те кто случил внимательно они помнят что на самом деле это был пророк ильяу посланный ашемом а когда снова перед ним появился этот араб он снова сказал ему он снова сказал ему ты когда ты хочешь получить это богатство сейчас или в другое время и снова наш праведник не поверил не поверил этому посланцу и снова сказал ему пожалуйста не мешай мне работать я не имею права разговаривать ни с кем во время работы я подрядился работать от самого рассвета до самого заката солнца не прерываясь пожалуйста не мешай мне сказал этот праведник посмотрите как как честно он работает он он не готов даже говорить с посторонним человеком в то время когда когда ему когда он обязан работать он продолжил копать выдергивать сорняки сажать сажать саженцы на третий день снова перед ним появляется этот этот посланец и снова задает ему этот вопрос а третий день третий день третий день перед ним появляется один и тот же человек с одним и тем же с одним и тем же с одним и тем же вопросом наш праведник он задумался он задумался может быть действительно действительно ашем посылает мне какого-то посланца и задает мне этот вопрос ашем а они этот И он сказал, и он сказал, подожди меня, пожалуйста, здесь. Я должен посоветоваться со своей женой. И отправился, отправился домой. Дома он рассказал своей жене о том, что уже третий раз, третий день подряд приходит к нему какой-то араб и говорит, что Ашем хочет дать ему шесть дней, шесть лет богатства. И спрашивает, когда он хочет получить это богатство, сейчас или через некоторое время? Что ты мне посоветуешь, спрашивает наш праведник у своей жены? Как мне следует ему ответить и что решить, как ответить на этот вопрос? Сказала, сказала ему жена, ответь этому человеку, этому посланцу, что ты хочешь, чтобы богатство ты получил прямо сейчас, сейчас немедленно. Не через некоторое время, а прямо сейчас. И наш праведник, этот хасид, он отправился, вернулся обратно в поле и увидел, что там этот араб его дожидается. И он сказал ему, сказал ему, ответил, я хочу получить это богатство прямо сейчас. Ответил ему пророк Ильяу, отправляйся, возвращайся домой и там ты найдешь, ты увидишь свое богатство. Своё богатство. Вернулся домой наш хасид, а тем временем дома его дети игрались. Они играли рядом с домом. Дом их был совсем маленький, бедный, такая небольшая хижина, и вокруг нее пустырь. Пустырь, где росли всякие сорняки и трава. И детям у них не было, не было каких-то дорогих игрушек. Знаете, что у каждого из вас есть игрушки? Много игрушек есть у вас? У меня очень много, даже слишком. Слишком даже много у вас. У меня так очень много, что у нас все время беспорядок. О, ну, когда есть много игрушек, обязательно нужно наводить порядок, чтобы маме не было тяжело прибираться. У нас тоже много. Слишком, слишком, слишком даже много. Откуда берутся игрушки? Откуда они берутся у вас? Их мама, папа, бабушка, дедушка дарят, чтобы, чтобы купить вам игрушки. А вы знаете, что мама, папа, бабушка, дедушка, все ваши родственники, кто дарит вам игрушки, им приходится работать, зарабатывать деньги. И потом на эти деньги они могут купить игрушки. Ну, хорошо, что у нас сейчас большинство евреев зарабатывают, есть у них хорошая парноса, хороший заработок. И они могут покупать своим детям, покупать своим друзьям много-много-много разных игрушек. Но наш, но так не у всех, не у всех так бывает. Вы знаете, что и сегодня есть бедные семьи, в которых живут дети, у которых нет ни одной новой игрушки. Только то, что им дали, подарили те, у кого так много игрушек, слишком много, что они отправили эти игрушки в ГМАХ, в такую специальную организацию, которая распределяет подарки между бедняками. Если у кого-то есть слишком много игрушек, то он может спросить у мамы или у папы, вот эти игрушки, которыми я уже давно-давно не играю, я уже вырос из них, может быть мы отнесем их в ГМАХ, чтобы ими могли попользоваться те, у кого папа с мамой не могут купить им такие дорогие игрушки в таком количестве. Так вот, у нашего Хасида, о котором этот рассказ, у него не было денег на то, чтобы покупать своим детям много-много-много игрушек. И даже одной игрушки он не мог им купить. Поэтому они играли, они копались в земле, копались в земле, выкапывали ямки, делали в земле проходы между этими ямками. И вдруг, когда они копали очередную ямку, вдруг они наткнулись, ой, что-то такое сделанное из глины, какая-то глиняная штуковина в земле. Они стали раскапывать ее вокруг и вытащили из земли кувшин. Глиняный кувшин, закрытый. Они разбили его крышку, посмотреть, что у него внутри и что они там видят. Полный кувшин монет. Полный кувшин денег. О, они побежали. Мама, мама, смотри, что мы нашли в земле. Ой, как мама обрадовалась. Как мама обрадовалась. И тут как раз возвращается их папа. Он возвращается и мама ему с радостью рассказывает, что вот прямо сейчас, прямо сейчас наши дети раскопали на пустыре вот этот глиняный кувшин. Полный монет. О, значит, значит, действительно слова этого посланца, который ко мне приходил, сказал, сказал Хасид, значит, действительно его слова исполнились. Давай посмотрим, сколько же денег, сколько же денег есть в этом кувшине. Высыпали из кувшина деньги и посчитали, сколько их было. И они примерно знали, сколько денег им нужно для того, чтобы прожить. И получилось так, что денег, которые в кувшине, им хватило бы как раз на шесть лет. Как раз на шесть лет, как и обещал пророк Эльяу. Ай, как нам правильно поступить с этими деньгами, спросил Хасид. Как нам правильно себя вести. Его жена, она посоветовала ему. Она была очень умная женщина. Я тебе старую знаю. Вот очень хорошо, что ты ее знаешь. Но ты будешь, если тебе не интересно, то ты не слушай. А если интересно, то будешь слушать вместе со всеми. Хорошо? Так вот, она посоветовала сделать так. Давай мы будем тратить только столько денег, сколько нам нужно совершенно-совершенно необходимо для того, чтобы купить еду, для того, чтобы купить одежду для себя и для детей. Не будем транжирить деньги, не будем покупать всякие вкуснятины, конфеты, всякие вина дорогие. Не будем покупать украшения. Только то, что нам необходимо. Наборы, машинки. Нет, мы будем покупать только то, что нам действительно необходимо для жизни. А все деньги, которые у нас остаются, мы будем делать вздоку. Мы будем помогать другим беднякам, которым тоже тяжело живется на свете. Так она ему посоветовала. И он, и он с ней сразу же согласился, не даром он был праведник. Они решили, что они не будут жить богатой жизнью. Они будут жить так, как они привыкли уже, покупая только самое необходимое. А все лишние деньги они будут тратить на помощь другим беднякам. И жена ему посоветовала, что каждый раз, когда ты даешь кому-то, помогаешь кому-то, даешь кому-то деньги или покупаешь кому-то необходимые ему вещи, то ты записывай это в специальный блокнот, в специальную книжечку. Заведи себе записную книжку и в нее записывай, сколько денег ты потратил на вздоку, сколько денег ты потратил на помощь бедным, сколько денег ты потратил на помощь сиротам, вдовам. И пусть у тебя хранится постоянно эта книжечка. И так он и поступил. Все шесть лет они жили так, как они привыкли уже, покупая только самые необходимые вещи. И они старались как можно, как можно большему количеству людей помочь. Ай, если у кого-то, если у кого-то они знали, у кого-то из соседей умер, умер папа, умерла мама, не дай бог. Ой, детки стали сироты. Сироты это тот, у кого умерли родители. И они сами не могут себя прокормить, не могут себя защитить, не могут заработать себе достаточно денег на еду и на одежду. Они обязательно им помогали. Они приносили им еду, они приносили им одежду, покупали не только для своих детей, но и для тех, кто нуждался. Если приходил какой-то человек и просил сдоку, они ему давали сдоку и давали ему уже готовую еду, чтобы ему не пришлось идти искать, покупать себе еду. Если они видели, что у кого-то из соседей дети зимой, зимой ходят без ботинок, у них не на что купить ботиночки, им холодно ножкам, то они приходили и приносили, покупали специально для этих детей бедняков. Они покупали ботиночки, они покупали для них теплую зимнюю одежду, чтобы они не мерзли. Если они слышали, что кто-то из бедных людей заболел, ему для того, чтобы выздороветь нужно купить какое-то дорогое лекарство, то они, конечно же, сразу-сразу шли и покупали ему это лекарство. И есть люди, которым для выздоровления необходима какая-то особая еда, например, люди, у которых, не дай бог, малокровие, им необходимо молоко, парное молоко от коровы пить. И это стоит дорого, и если они не могут себе позволить купить ту еду, которая им необходима, то они, не дай бог, могут заболеть все хуже и хуже и даже умереть. Поэтому наши праведники, Хасид и его жена, они, если слышали, что кто-то заболел, что кому-то нужна какая-то особая еда, а у него нет на нее денег, они покупали ему то, что ему необходимо для здоровья. И так они вели себя все шесть лет, и все эти шесть лет, каждое их доброе дело, на что они потратили деньги из кувшина, и именно этот Хасид, этот праведник, он записывал свою записную книжку, в свой блокнот. Пролетели шесть лет, и вот в один прекрасный день выходит Хасид наш из своего дома, и он видит напротив себя того самого человека, который предупредил его о том, что Ашем даст ему шесть лет богатства. А, он уже знал, что это не простой какой-то араб, а что это посланец Ашема, что это посланец Ашема, и когда этот человек с ним заговорил, он сразу поверил ему, что действительно он говорит от имени Ашема. И вот Ильяо Анови, пророк Ильяо, ему говорит, шесть лет обещанных тебе Ашемом, шесть лет богатства, они закончились. И весь остаток этого богатства, все, что ты не использовал, ты должен вернуть. Ты должен вернуть. Ильяо сказал, сказал пророку Ильяо этот праведник, этот Хасид, он сказал, подожди минуточку, я должен посоветоваться со своей женой. Как я советовался с ней, когда я получал богатство, так же я должен посоветоваться с ней, когда я возвращаю богатство. Он отправился, вернулся домой и рассказал жене, что пришло время, пришло время вернуть то богатство, которое Ашем им одолжил на шесть лет. Сказала ему его жена, у тебя твоя книжка записная, она с собой? Да, да, конечно, она у меня всегда с собой, сказал этот Хасид. В таком случае иди к этому посланцу и отдай ему эту записную книжку. И скажи ему, что если найдется, если найдется человек, который использует богатство лучше, чем мы, то мы просим, чтобы все наше богатство перешло к этому человеку, который использует его лучше, чем мы, праведнее, чем мы. Так он и поступил, так он и поступил. Он вернулся к пророку Ильяу и отдал ему эту записную книжку. И сказал, что мы с радостью, с радостью отдадим богатство, все это богатство отдадим тому человеку, который использует его лучше и праведнее, чем это можем сделать мы. Ай, как вы думаете, найдется ли на свете человек, который использует это богатство лучше, чем этот Хасид? Ай, такого просто не может быть. Он очень-очень правильно распорядился данным ему богатством. Очень-очень правильно распорядился. Поэтому Ильяу, Ильяу Анови, пророк Ильяу, он улыбнулся и он сказал, И он сказал, Ашем, Ашем видит, видит каждый ваш поступок, каждое ваше, каждое ваше доброе дело. И Ашем увидел, что вы распорядились своим богатством правильно и праведно. Поэтому Ашем, Ашем не хочет забирать у вас богатство. Наоборот, наоборот, у вас будет еще больше богатства, вы сможете помочь еще большему количеству людей. А эту книжку, книжку праведных дел, сказал пророк Ильяу, я хочу ее забрать, я хочу ее положить, положить в хранилище, в хранилище Ашема, там, где Ашем хранит наши праведные поступки, наши заслуги, заслуги каждого из нас и заслуги всего еврейского народа. И действительно, действительно, пророк Илья, он сразу же исчез, а этот хасид вернулся домой, и богатства у них только становилось все больше и больше, и они смогли помочь еще очень-очень многим и многим евреям, и не только евреям, всем, кто нуждался в помощи. И они прожили долгую-долгую и счастливую жизнь, и всю эту жизнь они продолжали, старались поступать правильно и хорошо в глазах Ашема. А их записная книжка, она до сего дня лежит в хранилище Ашема, на почетном месте, на почетном месте, там, где лежат заслуги евреев. Вот такая история про богатство и про бедность, про праведность и про дздаку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok